Возле здания облгосадминистрации сегодня митинговали представители профсоюзов. Самая многочисленная организация была представлена транспортниками. Перевозчики требовали от государства более эффективной борьбы с нелегалами и компенсации за перевозку льготников. Некоторые автотранспортные предприятия не получают деньги уже полтора года, но продолжают перевозить социально незащищенные слои населения бесплатно. Компании несут убытки. За последние два года, за 2018 год не было профинансировано 243 тысячи, а в прошлом году только за 5 месяцев были профинансированы, а в денежном выражении это 749 тысяч. Сейчас до первого этапа карантина, до 18 марта, мы тоже порядка на 300 тысяч перевезли льготников, пассажиры льготной категории. И сейчас уже ослабление тоже где-то порядка до 100 тысяч перевезли. Также обл. администрации государства вообще не компенсируют за перевозку льготников и железной дороги. Митингующие ожидают более решительных действий от губернатора и министерств инфраструктуры и соцполитики. На сегодняшний день это обязанность областной государственной администрации выделять в бюджете деньги для того, чтобы компенсировать автоперевозчикам льготный проезд людей, которые, скажем так, по закону имеют на это право. На сегодняшний день финансирование урезано просто минимально. То есть из необходимых порядка 25 миллионов по всем транспортам, у кого залезница, автобусы и так далее, выделяется всего 2 миллиона на весь год. И по факту эти деньги, ну как бы, с одной стороны, опять же, на перевозчика давят, что ты вози льготчика, да, а с другой стороны компенсацию ему не дают. Ну, в общем, к сожалению, вот вынужден признать, что вот это здание, которое называется областная государственная администрация, не способно охватывать весь спектр проблем, которые существуют в области. Еще одна причина митинга профсоюзов – принятый недавно закон в парламенте, который существенно ограничивает функции профсоюзных движений. На сегодняшний день этот законопроект подразумевает увольнение сотрудника без какого бы то ни было согласования с профсоюзными организациями и полностью не согласуется с той политикой, которую нам обещали. То есть социальные стандарты, большая, большая сила и голос народа, которые должны быть услышаны, абсолютно не согласуются с этим законом. На сегодняшний день у профсоюза – это единственная структура, которая может отстаивать социальные гарантии, отстаивать защиту интересов работников различных предприятий и различных отрастей. И это ключевой посыл.